ни одной страшно Это запеченный батар. Это сметана. Да, к сожалению. Батар просто потрясающе вкусно, но он такой нежный. Он прям кает в борту. Тейк фирменный фалатель Питя Олеша взял швар. Как все-таки сейчас красиво обложки верстают, да? Дизайн вообще на другой уровень. Они боятся располагать текст необычный. В республике, конечно, сюда глаза разбегаются, но здесь цены обычно выше. И я бы рекомендовала ходить не в Зингер, не в республику, а все-таки подписные. Там тоже большой выбор, но цены ниже. Хотела взять что-то про историю моды, но здесь не очень хороший выбор. Все, что прикольное, все на английском, и я на английском пока что плохо читаю. Но я не собираюсь читать Александра Васильева и других русских авторов. Сегодня уйду отсюда без книги. Кстати, я фанат Маржелы. Если бы это было на русском, я бы ее купила. Вот этот бестселлер Долецкая я прочитала еще в том году, летом. Очень рекомендую к прочтению. Очень такая трогательная книга. Она меняет слезы и в смех. Для тех, кто любит Долецкую или просто хочет с ней познакомиться, это бывший редактор ВОК и интервью. Я не так давно познакомилась с вот этим русским автором Евгением Водолазкиным, когда я ходила к нему на лекцию в Санкт-Петербурге, которая проходила, наверное, тоже летом того года. Просто интереснейший человек. Он также пишет стихи и вот такие романы. Я знаю, что авиатор сейчас очень популярна книга. Сегодня мы будем снимать такой красивой студии, Ака Гончарной мастерской. Здесь такие красивые стоят. Вазочки, тарелочки. У меня тапочки под цвет жакета. Да, 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 очень, между прочим, все стильно. Льняные. Я так снимать. В общем, Мила – это идеальный визажист. У Милы скоро появится... Нет, Миловец. Раз, два, три. Мила скоро стартует ее курс по обучению базовых визажистов. Я дам ссылочки в сториз. Мила скоро будет красить Риану. Так что пока она еще не красит Риану, есть все шансы. Серги, которые мы сейчас будем снимать. В общем, мне первый раз сделали такие красивые локоны. И первый раз я довольна своим макияжем, поэтому вообще так благодарна Миле, потому что я была в своей жизни разочарована просто во всех визажистах. Первый раз меня накрасили так, что я чувствую себя уверенно и, в принципе, сомневаюсь. Видите? Спасибо. И, конечно. Поехали. Спасибо. Для меня, почему? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потом еще один взяла кофе в кофейне Потом еще один Еще один И как-то так вышло, что сейчас у меня опять в таком повседневном моем обиходе есть кофе Я надеюсь, что со временем я снова вытесню кофеин из своей жизни Но пока что я чуть-чуть понаслаждаюсь и там себе слабенько Хотела поделиться, чтобы вы не думали, что я человек с идеальной железной силой боли Тепло, да? Ну, пока еще не сильно, но... Затылок греет Когда-нибудь мы начнем заказывать что-то кроме сабиха в сабире Ну, это правда, это как наркотик Он настолько вкусный вообще Причем в Бикицере тоже пытаются делать такой сабих, но получается совершенно не то Мне с Фоем пришла посылка И здесь крем для рук от Grown Alchemist С ванилью и апельсином Сейчас мы будем тестировать Леша первый, кто протестирует данный продукт Давай, размазывай на ручке Не так Нужно вот так вот Да Что ты чувствуешь? Апельсин Пахнет апельсинчиком Вообще, кстати, не люблю запаха цитрусовых, но почему-то здесь мне быть захотелось Мы все равно все забежали в особняк 9 Это креативное пространство, которое прямо с Нилом граничит вообще соседние дни Вот здесь это 3 этажа Кофейни, магазинчики Какое-то местное производство и многое другое Хорошие очки местного производства Не дешевле, чем в том же Пай Например, вот эта оправа стоит 4 900 Мне кажется, это вообще... Ну, Леша, вообще... Божеская цена Они очень маленькие для меня Ну, кстати, да, маловато Здесь можно выбрать линзы любого цвета Ну, они как солнечные, получается, так Да А ты солнечные хочешь? Да Лешка выбрала вот эту оправу Джоанна Хилла, не Джоанна Джоанна Джоанна, да? Здесь помимо радиуса еще на втором этаже есть магазин Элисит Здесь представлены люксовые марки Или такой софт-люксовые марки из Кореи Скорее, да? Да Вот, здесь очень такие концептуальные сложные силуэты Интересные Там все отстегивается, отстегивается Например, вот платье, да, с миллионом защипов на талии Пони полосы с трогенующимся рукавом вообще С патами такими широкими Очень интересная вещь Просто тут еще, ну, ведь к тому, что Азия может быть дорогой Ты меня бросишь, если я что-то кушу? Да Почему? Тут вазь надо Мне нравится Тут какая-то лапшичная Это маленький магазинчик и коль Здесь представлены какие-то марки с органическим составом же, да, наверное? Натуральным составом Вот, например, я хорошо знакома с брендом Виле, да, он точно хороший Леш, ты постоянно покупаешь маркеры, а потом они засыхают, потому что ты ими не рисуешь Слушай, я их покупаю, чтобы хоть что-то рисовать Они мотивируют тебя? Мотивируют очень сильно Ну ладно, тогда покупай Хочу два света купить Света серый, темный Я сейчас так села, хотел сесть очень красиво Но вспомнила, как я сажусь всегда в нутро Я надуваюсь, как пиквинчик Люди вокруг не сидятся рядом со мной Потому что я занимаю много места Как будто в Париже Никогда не был в Париже Дай пять В Петербурге не было такого солнца с середины осени, наверное В общем, я себе купила новомодные очки-маски И в таких очках я не хочу ездить на метро и хочу вызывать такси Кострадус Ехать на лимузине Леш, лимузин уже давно не в тренде В тренде Никто уже не ездит на лимузине Только наши русские свадьбы лимузинов проходят Сейчас просто половина страны обиделась Маркеры, которые Леша купил, пригодились в хозяйстве в этот же день Подписных продается очень классный журнал Он называется «Теория моды» Это вот последний выпуск зимний Здесь рассказывается про деконструктивизм в одежде Про незаконченность силуэтов Распадающаяся одежда, мода и эстетика изъяна Стоит всего 370 рублей за такую вот толстенную книжку С очень крутыми статьями от профессионалов Написано научным, литературным, сложным, если честно, языком Но для тех, кто увлекается модой, это прям очень интересно За полгода у нас накопилось огромное количество пластиковых бутылок Мы специально их не выбрасывали, чтобы найти решение утилизировать их как-нибудь экологичненько И сейчас мы отправимся во вкусвилл Потому что там есть пункт приема пластиковых бутылок Будем с вами тестировать систему Представляете вообще, как можно было столько бутылок накопить? Потому что мы стараемся воду в принципе не покупать Вот этот автомат В общем, нужно положить бутылку стих-кодом вверх Она ее просто заглотит А потом нажать «Завершить операцию» Кстати, в Берлине мы точно так же в супермаркете сдавали пластиковые бутылки Но нам за это там еще и денег отваливали Сегодня я пришла к девочкам из Памут Гости Они открылись в Питере буквально пару месяцев назад В первую очередь я зашла сюда за пальто, которое я планировала купить уже давно Я его сейчас покажу Но я решила, что раз уж Леша со мной, то он поможет мне снять несколько луков, которые я могла бы здесь собрать В инстаграме увидела точно такое же пальто Ой, пальто все В инстаграме увидела на девочках вот такое платье, только в черном цвете И я срочно захотела его примерить Но возьмем такой крем-брюле Я думаю, тоже будет красиво Или как этот цвет называется? Шампань Да, цвет шампань Спасибо Что еще Леша примерили? О, кожаные станы Не знаю, как они будут мне по размеру Но я думаю, что мы сейчас подцепим Красиво очень И вот этот шерстяной жакет я тоже сразу положила на него глаз Такая версия пальто на раннее, на позднюю весну, скажем так Когда вам пальто не актуально А совсем без верхней одежды ходить еще не хочется Просто тумуд продумали все для того, чтобы обеспечить комфортный шопинг Не только для женщин, но и для мужчин Что ты, Леша, Аленку кушаешь? Угу Вкусно тебе? Первый образ, который мы собрали Это что-то такое несвойственное лично мне Это платье-комбинация Такого цвета шампань Очень красиво И мы сочетаем его с черным Я сочетаю его С черным двубордным пальто Оно мне очень понравилось Оно похоже на пальто бренда Totem Мне очень нравится, что у него вот здесь Паты болтаются, когда ты ходишь Вот, ну и оно достаточно объемное Сейчас второй образ Сразу скажу, что на лодочке не обращайте внимания Они не очень хорошо сюда подходят Но мои мартинсы еще больше, мы все испортили Торжественное возвращение лосин в строй По-прежнему не понимаю кожаных лосинов Но такие базовые Правда, с футболочкой подлиннее, если честно Я бы с радостью носила Также их очень классно сочетают сестры голомазины Если вы их знаете, они надевают их с платьями миди И торчит вот эта маленькая часть лосин А открытая часть вот здесь И какие-нибудь светлые кеды, например Выглядит тоже очень эстетично А это широкий жакет Молочного цвета Покажи клетку поближе Красивый очень Крой спаджбоб Его можно садить под пояс Таким образом Потому что приталенные жакеты Наиболее актуальны Вот, а можно, в принципе, носить прямо так И в распахнутом виде, и в застегнутом Все последние несколько месяцев Я мечтаю о своих кожаных брюках И, о господи, на меня что-то подошло И даже село практически размер в размер Я сочетаю их с косухой Косухой чебурашкой Ну и со своим мартинцем Милюша сказал, что это сексуально Платье, причем он так не комментировал Платье не было таким сексуальным? Мне тоже мило Мило Платье мило, а это сексуально Сказал, что если бы у него был байк То он предложил бы мне прокатиться Вообще, то, за чем я шла Это вот это черное пальто И, собственно, я его и собираю Карина, заверни 23 февраля мы проводим серфы И если кто-то не знает Эти круассаны Это лучшее, что есть на свете Леша подтвердит, правда? Этот с чем? Шоколадный Самый вкусный как раз был шоколадный, по-моему Даже я его попробовала Сегодня 23 февраля Поэтому артиллерийский музей Предоставляет бесплатный вход Для всех желающих И мы решили попробовать протолкнуться Вот счастливый человек Который обожает изучать Военную кухню, если можно так сказать Леша служил Ютубу отдай честь Вонска, привет Честь уже не отдают А, хорошо Леша служил по Цвердловскому В, как это называется, роту танкистов Пересторвать танки И еще партизан А так выглядели мини-сюрпризы То же самое, другая коробка конфет Пакеты размером с кита Грустная история Собак использовали для того, чтобы они прятались под вражескими танками И их подрывали Леша, че ты делаешь? Леш, че ты делаешь? Зачем? Ладно Ребята, всем спасибо, что посмотрели мой ролик До скорых встреч До очень скорых Потому что сейчас я собираю вещи в Париж И буду там уже завтра утром А следовательно, следующий влог обязательно будет из Парижа И он, как всегда, будет немножечко особенным До встречи Субтитры сделал DimaTorzok